Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему мужчина пропал после второго секса? Может я допустил какие-то ошибки? Смотрите, аноним. Здесь следующий момент есть. Довольно важный момент. Дело в том, что даже если вы допустили какие-то ошибки, то это, скажем так, рули особо не играют. Почему? Потому что полагаю, что допуская какие-то ошибки, вы в любом случае действовали или действуете. Так, как вам хочется. То есть даже если вы на самом деле как-то поступили не так. А все равно вы действовали так, как вам хотелось. То есть вы поступали так, как вам хотелось, вы позиционировали себя так, как вам хотелось и так далее. Вот. То есть здесь дело не в том, что вы совершили какую-то ошибку, а здесь дело в том, что вы готовы, по сути, готовы отказаться от своего поведения. То есть вы готовы признать какие-то свои действия или поступки неправильно. А это проблема с самооценкой. Вот. Это неуверенность в себе. Соответственно, вы это транслируете человеку. Человеку. В частности, мужчине. И он на это реагирует соответствующим образом. Дальше по тексту. Я хотел бы обратить ваше внимание на те моменты, которые, на мой взгляд, являются проявлением вашей неуверенности в себе. Итак, мы общаемся уже восемь месяцев. Когда познакомились, я не обращал внимания на него, много отказывал ему и в грубой жесткой форме, в грубой жесткой форме. Но он все равно шел на правом. Смотрите. Восемь месяцев – это срок небольшой. Это не маленький срок. Вы познакомились, ну, скажем так, на каких-то основаниях, да? То есть, ну, то есть очевидно, что что-то между вами есть общее. Ну, было общее. Или есть общее. Стопа. Вот. Давайте попробуем посмотреть, а что между вами общего? Что вас объединяет? Что связывает? Да? Дальше. Значит, я ему отказывал в грубой жесткой форме. Почему? Откуда грубость, откуда жесткость? Из какого чувства? То есть складывается ощущение, что это защита психологическая здесь. Он все равно шел на пролом. И что это для вас значит? В какой-то момент после очередного отказа мы перестали общаться. Кто мы? Ну, вот, вот, буквально. Кто мы? Вы перестали общаться с ним? Он перестал общаться с вами. Кто мы? Дальше. Примерно через два месяца он объявился, просил о свидании и встрече. Мы стали общаться ближе. Мы были ближе, как на одной волне. Много смеялись и угорали. Так. Вы перестали общаться. Потом он объявляется, просил о свидании и встрече. И вы стали общаться ближе. Опять же, не совсем здесь ясно, чья активность. Общаться ближе. То есть вы соглашаетесь общаться ближе. Но что изменилось? Такое ощущение, что человек просто своей настойчивостью даёт, как будто бы вам, ну, какое-то ощущение, что ли, что вы ему нужны. То есть как будто бы вы своим отказом проверяете, а нужна ли я мужчине. Вот. Такое ощущение возникает. Потому что вы пишите, что мы стали общаться, мы были вместе на одной волне. Такое изменение. А раньше вы не были на одной волне? Ну вот, именно раньше. Я правильно понимаю, что что-то изменилось между вами? Или с вашей стороны что-то поменялось? Что теперь вы общаетесь, как бы на одной волне. А ранее, я так понимаю, раньше такого не было. То есть раньше вы на одной волне не общались или нет. То есть вот так это или нет. То, о чём я сейчас говорю. Это важно. Дальше. Нам было очень легко друг другу. Опять же, кому нам? Вам могло быть легко. Про него говорить, на мой взгляд, нельзя. Как будто мы знаем друг друга уже тысячи лет. Возможно. Но опять же, вопрос. А что изменилось? Ведь было по-другому. Затем мы переспали. Это произошло примерно через полгода после нашего знакомства. Опять же, смущает вот это мы. Что значит мы? Я. То есть вы. Ну, вероятно. Когда согласились на то, чтобы с ним переспать. Поймите правильно. Это не хорошо и не плохо. То, что вы с ним переспали. Но вам здесь нужно увидеть свою активность. Именно вашу активность нужно увидеть. Что это я, например, выбрала. С ним переспать. И я. Ну, не знаю. Чего-то ожидала, например. На что-то надеялась. Когда решала с ним переспать. И так далее. Но ничего об этом вы не пишете. Дальше. Так. Секс был шикарный. Он очень много меня целовал, обнимал. Опять же. Вы об этом говорите. Что вы вкладываете в это? Какое для вас это имеет значение? Только ли про секс здесь речь? После того, как он ушел, я точно уже не помню, но по-моему, он сразу написал или я написал. В общем, общение продолжилось. И что для вас это значит? Он звонил и писал. В какой-то момент как будто испугался развития отношений. Мы поругались и разошлись. Откуда вы знаете, что он испугался? Опять вы пишете, мы поругались и разошлись? Нет, мы. Есть я. Я поругалась. То есть я внесла вклад. Вклад. В конфликт. Какой вклад? Дальше. Так. Он то объявлялся, то уходил. Наверное, не мог решить, общаться со мной или нет. А вы? Вы-то могли решить, общаться с ним или нет? Потом он предложил дружбу. Я подумал, что это хороший вариант выстроить дружеское общение. Дальше будет как будет. Вроде бы и хорошо звучит, но в контексте того, что вы описываете, ну, в контексте того, что вы ранее описывали, я бы сказал, что это более такая неопределенность, неоформленность вами того, что вы хотите. Дальше идем. Вы пишете, значит, мы общались как друзья, но у нас было сильное сексуальное протяжение. Опять же, вы здесь пишете, э, мы. Кто такие мы, да? Я общалась, у меня было сексуальное протяжение. Понимаете? Это не пустой звук. Это отсутствие личной границы у нас. И то, как вы реагировали вначале, грубый отказ и прочее, тоже похоже на неустойчивые личные границы. Так, в какой-то момент мы решили приятно провести вместе вечер. Опять же, кто мы, да? То есть вот. Он пришел не с пустыми руками, мы общались очень тепло, снова смеялись и угорали. А какое для вас значение имеет то, что он пришел не с пустыми руками? Общались как давние друзья. Секс был чудесный, все время целовались до, после и во время секса. Разговаривали, целовались, смеялись и целовались. Короче, все было хорошо. Ну, ладно, тут как бы я уже понял. Не вначале как бы говорили оба следующих встреч. Опять же, кто мы? То есть, вот непонятно. Например, у меня не работала лампочка. Он сказал, что в следующий раз надо будет принести, поменяю тебе и т.д. И когда он собирался, я положил ему в карман, значит, средства защиты. Вот. И сейчас я сказал, забирай, вдруг найдешь себе девочку. Это про обесценивание. Вы обесцениваете себя, демонстрируете боязнь близости. Вот. На что он посмеял? Сказал, я уже нашел, конечно, теперь я не знаю, может, он и не меня. Имел в виду, может быть, он имел в виду неважно, то, что вы так почутили. Говорит о том, что вы себе сомневаетесь. Который уходил, мы обнимались, долго прощались, целовались. Он сделал такси. Минферстриц позвонил. Довольно, я бы сказал, подробное описание того, что между вами происходило. Вот. То есть, есть разрешение, что к деталям вы внимательны. К деталям внимательный человек, который в целом склонен к контролю. Я бы так сказал. Позвонил, спросил, что делаю, ничего ли не забыл, меня и все. Прошло два дня ничего. Я смотрю, исчезла в WhatsApp и подумал, что он кинул меня в чес. Я решил написать сама, так как будто все в порядке. Черного списка не было просто игнор. Он не ответил ничего. Я не понимаю, почему. Эм, да. Вот очень важно то, как вы на это отреагировали. Я полагаю, что отреагировали вы на это именно тем, что с вами что-то не так. Еще мне показалось, что он удалил мой номер. Показалось? То есть, вы не уверены. Я удалил его номер тоже, все удалил и принялась для себя вывод, что это конец. Но почему так произошло, не понимаю, неужели это и правда конец? Так это конец или вы сомневаетесь в том, что это конец? То есть, говоря о том, что вы приняли вывод для себя, что это конец, вы спрашиваете, неужели это и вправду конец? Вот она проблема. То есть, вы вроде бы решаете, что это конец, но сомневаетесь. Это вопрос о том, каким образом, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Я бы сказал, что у вас вот есть трудности с сближением. То есть, с личными границами. Ну и самооценка тоже, самооценка тоже. Вот. Вероятно, есть страхи. С этим нужно работать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok